Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Ксения Садова. Здравствуйте. События, мнения, комментарии. Говорим о главном к этому часу. Жители микрорайона Сновицы требуют от чиновников строительства дороги на улице Речная. Здесь нет ни асфальта, ни тротуара. На место выехала наша съемочная группа. Анастасия вышла погулять с ребенком. Она везет малыша в машинке, каталке по асфальтовой крошке. Ровной дороги здесь нет, как и тротуары. Женщины рассказывают, до того, как насыпали асфальтовую крошку, дела на улице Речная обстояли еще хуже. Вот мы живем здесь с 2018 года. Дорога была в ужаснейшем состоянии, когда мы сюда приехали. Здесь еще немножко тут подсыпали. Опять-таки, благодаря активистам. С ребенком невозможно гулять. Вы сами видите, вот мы сейчас спустились из дома, пытались проехать с сыном. И как по стиральной доске мы ехали. Василий здесь живет с 2014 года. В то время в этом районе строились дома. Мужчина отмечает, что в проектном плане здесь были дороги, тротуары, детские площадки. Но после окончания строительства в 2018 году все почему-то свелось к асфальтовой крошке. А на вопросы людей, когда же проблемы начнут решаться капитально, чиновники кормят завтраками. Постоянно писали, ответов несколько. То в 2018 году, то после сдачи пятиэтажки. То, соответственно, постоянно одни обещания. В итоге ничего так и нет. И в этом году обещали отремонтировать. В итоге сейчас перенесли в 2023-2024 год. Ну и уже как-то обещаниям не верится. И будет ли это вообще сделано? Большой вопрос. Мы особо ничего не требуем, чтобы привели просто территорию в порядок. Мы решили сами спросить, когда же здесь будет дорога. И обратились к заместителю главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. Мы сделаем асфальт. Спланируем там дорожную сеть от улицы Центральной, значит, от поворота направо, как бы, и до улицы Речной. Построим там полноценную шестиметровую дорогу. Ну, примерные сроки у нас дорожных работ начинаются с начала мая и заканчиваются ноябрем месяцем. Вот примерные сроки. 24-го года. Летом проезд здесь еще возможен. Но как ездить зимой, когда дорогу не чистят и машины скользят по ледяным пригоркам? На проблему просим обратить внимание органы прокуратуры. Александра Маркина и Евгений Адамов. Во Владимирской области идет подготовка к отопительному сезону. Сегодня регион готов к холодам на 93%. Лучшие показатели в Радужном и в Муроме. Ниже среднего во Владимире, Киржальском и Петушинском районах. Прошла масштабная проверка и в отношении управ компаний, которые не справились с отоплением домов минувшей зимой. Основные нарушения, которые допускались управляющими организациями, это нарушение герметичности кровельного покрытия, целостности теплоизоляции на трубопроводах, неисправности запорно-регулировочной арматуры, гидроизоляции фундаментов, цокольной части домов, а также завал мусора в подвальных помещениях. Начать отопительный период во Владимирской области планируют уже 20 сентября. В первую очередь тепло придет в детские сады, интернаты и школы. Еще одной темой для обсуждения стал переход региона на индивидуальную систему оплаты отопления. В этом сезоне такую практику опробуют в 12 муниципальных образованиях, в том числе во Владимире, но только в домах, которые оснащены приборами учета. В этом случае оплачивать отопление жителям многоквартирных домов будут по факту потребления. Все, кто перешел на индивидуальное отопление, давно радуются, что включают тепло, когда нужно, выключают, когда нужно, и платят в три раза меньше, если так посчитать, на круг в течение года, чем когда подключены к централизованному отоплению. Соответственно, стратегия правильная – это оприборивание, чтобы было понятно, какой расход. Это переход на фактическое потребление по времени и по объему и уход от неэффективных сетей. Продолжаем выпуск. Он притворился покупателем и с фейкового аккаунта отправлял продавцам фишинговую ссылку. Перейдя по ней, жительница Владимира лишилась 10 тысяч рублей. Мошенник признал вину, сейчас он под подпиской о невыезде. Я нашел жертву, написал личное сообщение, предложил отправить доставкой. Далее жертва согласилась, я скинул ссылку фишинговую на доставку, далее жертва перешла по ссылке, ввела реквизиты карты, ну и дальше сумма в размере товара не зачислилась, а списалась. Во Владимире перед судом предстанет директор автошколы, его обвиняют в коммерческом подкупе. По версии следствия, 58-летний директор изготовил и выдал двум мужчинам свидетельство о профессии водителя. При этом знал, что обучение они не проходили, экзамены не сдавали. За услугу подозреваемый получил 28 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Ранее этот же гражданин уже привлекался за аналогичные преступления. К другим новостям. Во Владимире сегодня последний день голосования на экстерриториальных участках. Там жители новых территорий России, находясь далеко от дома, выбирают депутатов, которые начнут работу в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Что ждут голосующие от будущих избранников, узнали мои коллеги. Мы имеем право на выбор с этой мыслью. Надежда Устинченко опускает вор на бюллетень. Более 60 лет женщина прожила в Луганской области. На избирательном участке во Владимире она выбирает депутата, который может вступить в должность в ее родном городе. Потому что я человек, потому что я гражданин, потому что я должна этот выбор сделать для себя и быть уверенной в том, что мне будет лучше. Голосование на экстерриториальных участках в России началось 1 сентября. Во Владимире отдать свой голос жители освобожденных территорий могли сразу на двух участках. В городах и районах области работали выездные бригады. Держите ваш паспорт, бюллетень, проходите в любую кабинку, голосуйте. После консования бюллетень складываем пополам и опускаем в эту ближайшую уровню. Карина Бахмана в Владимир приехала с детьми и эвакуировалась под обстрелами. Вспоминая об этом, женщина не может сдержать слез. Мы выбрали Россию. Скажем так, мы выбрали Россию не с каких-то там соображений, а именно с сердцем и душой. Мы к этому шли очень многие годы. Сейчас, секундочку. Для нас это был тяжелый и нелегкий путь, но все-таки, слава богу, мы побороли. Все, это сейчас мы здесь. Наши дети в безопасности получают образование. Мы все не сидим под канонадами. Всю жизнь оставили позади себя. 18 лет замужем. Все сами строили, все сами, всю жизнь свою. Детей там родили троих. Свекровь похоронили в войну. Ну, тяжелое время прошли. Ну, как сказать, надеемся на лучшее. А до будущих избранников жители освобожденных территорий ждут мира. Многие хотят вернуться домой после окончания специальной военной операции. Строить новую жизнь, будучи гражданами России. Мы голосовали так же само 30 сентября, чтобы вошли в состав России. И мы рады тому, что действительно это получилось. Пусть там и были и бомбежки, и все, и стреляло, и все. Но когда нам объявили 30 сентября, люди просто аплодировали. С начала СВО Владимирская область неоднократно принимала и оказывала помощь людям, пострадавшим от боевых действий. Сейчас регион активно вкладывается в восстановление освобожденных территорий. Там постепенно налаживается жизнь, формируются органы государственного управления. И появление людей, которые будут артикулировать интересы избирателей, выражать их, защищать их, это очень важно. На территории четырех новых субъектов России также работают избирательные комиссии. Там свои голоса могли отдать жители других регионов. Те, кто работает над восстановлением инфраструктуры. Александр Инин и Евгения Волкова. Продолжаем выпуск. В Коврове открыли Павловский мост. Его реконструкция началась полтора года назад. Все это время автовладельцам приходилось смириться с неудобствами. Ведь путепровод, построенный еще в 60-е годы, соединяет между собой южную и северную части города оружейников. Местные жители называют его дорогой жизни. Было много вопросов, много проблем. Вопрос не решался долгие годы. Но благодаря общей командной работе, помощи депутатов Государственной Думы, Игошина Игоря Николаевича, Гавырина Алексея Борисовича, благодаря поддержке правительства Владимирской области, под руководством нашего губернатора Александра Александровича Авдеева, нам были выделены финансовые средства на капитальный ремонт моста. И нам повезло. Город заключил контракт с ответственным подрядчиком, поэтому объект сдали досрочно, с опережением в несколько месяцев. Всего на ремонт моста потребовалось более 360 миллионов рублей. Львиную долю расходов взяла на себя область более 280 миллионов. Это один из небольших, но очень важных подарков нашему городу. Они есть и еще. Хотелось бы сразу весь город привести в такое состояние, чтобы было везде все дороги, тротуары, новые дома и все остальное красиво и чисто. Но это нужно время. К сожалению, по сказке мы не живем, живем в реалиях. И будем развивать и чистить город, и приводить его в порядок во всех частях города. И в южной, и в северной. Губернатор Александр Авдеев и мэр Владимир Дмитрий Наумов поздравили жителей и гостей областного центра с Днем города. В этом году столице 33 региона исполнилось 1033 года. Как прошли торжества, расскажем прямо сейчас. Ровно в полдень на Соборной площади началось главное действие. На сцену вышли творческие коллективы в народных костюмах. С помощью песен и танцев они поведали зрителям историю основания Владимира. Красной нитью стала связь поколений. Опираясь на опыт и традиции, город Владимир продолжает движение вперед. Это отметил губернатор Александр Авдеев. В этом году мы должны сдать Рпенский проезд. Мы запускаем более 100 единиц общественного транспорта на улице города. Буквально вчера, впервые в тысячелетнюю историю города, мы открыли медицинский вуз. И теперь сами будем готовить медицинские кадры. Город Владимир на протяжении более чем тысячелетней истории является культурным, историческим, духовным центром нашей страны, отмечает мэр Дмитрий Наумов. Чтобы горожанам жилось комфортнее, уже разрабатывается план по улучшению инфраструктуры. Сейчас разрабатывается ряд проектов для того, чтобы построить, прежде всего, мост, создав новую развилку и развязку для того, чтобы можно было разгрузить уже существующие транспортные системы. Мы рассматриваем возможность создания дублеров всех основных проспектов, для того, чтобы можно было более комфортно передвигаться по городу, что сейчас с каждым годом становится все сложнее и сложнее. В программе праздника и фестиваль «Многоликий Владимир». На нем можно было увидеть костюмы народов, живущих во Владимире, попробовать национальные блюда. Я из поселка Уршельский, приехали специально на День города. Атмосфера очень приятная, все очень нравится. Везде столько событий интересных. Вот как бы нам разделиться. И там хочется побывать, и там хочется посмотреть. Все хорошо, приятно. Люди очень позитивные. Завершился День города семиминутным фейерверком. За ним наблюдали тысячи жителей и гостей. Были как классические залпы, так и оригинальные. В форме сердца, цветов и даже в виде флага России. Алена Кудряшова, Александр Маркина и Евгений Адамов. Во Владимире рядом с домом номер 53 на проспекте Ленина открыли сквера. Вместе с ним везд героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Романа Кутузова. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, глава города Дмитрий Наумов, сенатор Андрей Шохин, родные Романа Владимировича, его сослуживцы, ветераны, юнормейцы. Подробности расскажем далее. Сегодня на СВ очень много наших владимирцев. Мы все знаем, помним практически их по именам. Поэтому наша задача сделать все, чтобы память о них оставалась всегда с нами. А этот сквер – это лишь только маленькая лепта того, что мы можем сделать. Роман Кутузов родился во Владимире, стаб взрослым, выбрал службу в армии, выучился на десантника, не раз бывал в горячих точках. Летом 22-го героически погиб в зоне специальной военной операции. Его остановил осколок снаряда в тот момент, когда он выполнял боевую задачу. Но, как видите, он смертью смерть поправ с нами. Ему присвоено звание посмертно генерал-лейтенант и звание Герой Российской Федерации. Имя Романа Кутузова носит и школа номер 9 во Владимире, выпускником которой он был, и улица, на которой эта школа стоит. Инициаторами установки нового бюста стали родственники героя, сослуживцы и совет ветеранов ВДВ. Автором выступил скульптор Салават Щербаков. Глава региона Александр Авдеев выразил уверенность, что специальная военная операция закончится победой России и призвал владимирцев беречь память о героических земляках, таких как Роман Кутузов. Открывая сегодня памятник в его честь, это напоминание и дань уважения всем павшим в специальной военной операции, которые выполняли свой долг и выполняют свой долг по защите нашего Отечества. Стать героем, это надо значит думать не о себе, а прежде всего думать о своих подчиненных, о выполнении задачи, о тех задачах, которые поставило руководство нашего государства. Открыли памятник губернатор области, мэр Владимира и супруга Романа Кутузова. Благоустройство общественного пространства, центром которого стал бюст героя России, стало еще одним шагом увековечивания памяти о владимирцах, честно служивших нашей Родине. Александр Инин, Дмитрий Базаров и Артем Михалюта. Лучших на доску почета в рамках празднования Дня города во Владимире обновили экспозицию на площади у Дома культуры молодежи. Каждый год на городскую доску почета заносят предприятия, организации граждан, внесших весомый вклад в развитие областного центра. Наш корреспондент продолжит тему. Именно на них должны равняться владимирцы. На доске почета настоящие профессионалы, признанные мастера своего дела, активные горожане. В экспозиции портреты 12 человек и столько же трудовых коллективов. Коллективы организаций, учреждений, общественных организаций, которые вложили огромный труд и всю свою энергию в развитие нашего города. Создание более комфортных условий для жизни и процветания. Для того, чтобы жизнь наших людей, наших горожан и наших гостей города становилась только лучше. Лучших жителей областной столицы должны видеть, должны знать, должны равняться на них. Хочу поздравить всех, чьи портреты сегодня размещены в этой галерее под открытым небом. Вы вложили частичку себя в развитие и процветание любимого города. Один из почетных коллектив Центрального парка культуры и отдыха. В ведении сотрудников не только место отдыха в Октябрьском районе. Трудятся они и в парке Добросельский. Основная задача – организовывать владимирцам культурный досуг и содержать парки в чистоте и порядке. Силы у нас есть, идей очень много. И проектов, которые хотелось бы реализовать, очень хотим развиваться дальше. И по-прежнему доказывать, что мы работаем именно благо города, наших дорогих жителей. По соседству спортивная гордость Владимира. Спортсмены и тренеры школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Григорьевича Толкачева. Сегодня здесь занимается 700 человек. Тренируют их 30 наставников. Каждый год наши гимнасты добиваются побед на всероссийских соревнованиях. 2022-й не стал исключением. Прошлый год был достаточно очень удачным. 9 медалей из чемпионата России, 16 медалей из первенства России. Это говорит о том, что подрастает молодое поколение спортивной школы. 15 человек вводят в состав сборной команды России. Попасть на городскую галерею почета – безусловный стимул для дальнейшей работы. В один голос говорят почетные граждане и сотрудники трудовых коллективов. Общественные признания и памятные подарки также получили учителя и воспитатель. Сотрудники управляющей компании и Центра управления городскими дорогами. Отметили и коммерческие предприятия, помогающие городу. Особая награда – почет и уважение участнику Великой Отечественной войны Борису Павлову. Его портрет также красуется на доске почета. Алексей Дудин, Евгений Адамов. Монументальная фреска появилась на фасаде дома номер один на улице вокзальной во Владимире. Художник Кирилл Ведерников изобразил хранителей на стене старого здания. На масштабной картине ангел, который бережно держит в руке православный храм. Рядом мифический лев охраняет подножье горы. Гора олицетворяет Ветхий Завет, а ангел – Новый Завет. Перед автором стояла интересная задача использовать текстуру старой стены. Авторы считают, что мурал наполнен глубокими смыслами и образами. И встречает гостей, поскольку находится рядом с вокзалами. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32 62 33. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Не переключайтесь.